А вы и предпочитаете, чтобы и роли у вас такие были? То есть, когда вам предлагают сценарий, допустим, там, персонаж крайне там отталкивающий, или какая-нибудь распутная дама, вы... Я играла и таких, и других играла. То есть, это не имеет для вас значения? Сейчас имеет. Сейчас я понимаю, что я все меньше хочу. По разным причинам. Во-первых, когда еще сильны амбиции актерские в начале карьеры, хочется показать, что я могу взять и эту октаву, и эту октаву. Я могу и на низах спеть, и высокую ноту взять. И это азарт. И я играла, и тогда это, правда, не называлось «Эскорт», тогда это называлось «Путана». Я играла в фильме «Путана, Путану». Это было любопытно. Ну, тогда, насколько я помню, там, имелось в виду, что девочка-то попала в эту профессию, так сказать, как бы, ну, случайно. Ваша героиня. Моя героиня сильно не безобразничала. Скажем так, она в какое-то время находилась, что называется, в этой профессии, но потом чуть ли не резала себе вены, потому что у нее был внутренний протест невероятный. Я играла не так давно в фильме «Обещание», фильм прям про девяностые. Там брутальные мужчины, которые закапывают друг другу там в лесополосе, резают уже друг друга горло, встречаются на стрелках. Ну, девяностые, прям брутальные девяностые. Я играла даму, которая содержала, ну, как это, место, где мужчины приходят расслабляться, отдыхать. Ну, бордель, да, бордель, достаточно жесткая. В том смысле, что она такая, вот как хозяйка борделя такая, вот она такая располагающая, и вот у нее там невероятный выбор барышень, но когда с ними что-то случается, у нее ничего не отзывается. Это товар, просто товар, а эти отношения просто деньги, и все. Продолжение следует...